По большому счёту, как бы то, что если это, условно говоря, как вы говорите, и как я думал в самом начале, если это запланировано ФСБ, то тогда это самострел, это выстрел себе в ногу. Почему? Ну, представьте себе общество, которое сейчас начинает понимать. То есть, основная гипотеза, что это некая внешняя сила, и что силовики ничего не могут с этим сделать. Эта информация для граждан России гораздо более шокирующая, чем информация, что это сами ФСБшники сделали. Потому что раз они сделали сами, окей, это локализовано как-то будет, значит, они это зачем-то сделали, мы отдали вот эту кровавую жертву этому чудовищу, там, 150 человек, вот, а дальше всё будет нормально. Они это сделали для того, чтобы, я не знаю, там, мобилизацию, вот. А вот информация о том, что нет, это сделали внешние силы, а они просто оказались бессильны, это угроза. То есть, люди могут сейчас думать о том, что пора, причём серьёзные люди, номенклатура, что, может быть, пора собирать чемоданы. Это уже не шуточки. То есть, это уже не «окей, я, значит, стану на сторону зла и за это буду получать больше денег, находясь в безопасной ситуации». Всем известно недавно, 7 октября, как исламисты, там, Хамас, как они жестоко уничтожали людей в Израиле, детей. То есть, это реальная угроза. То есть, вот до этого, как бы, все с прищуром слушали тексты Путина, не сильно верили в то, что Украина хотела напасть, не сильно верят в то, что весь мир против нас, но каким-то образом с этим соглашаются. Почему? Потому что им ничего не угрожает в этой ситуации. Они в этом абсолютно уверены. Сегодня в этом угрожают серьёзно. Ведь здесь важно ещё что? Вы можете напугать Америку или Францию атомным оружием, но вы не можете напугать ИГИЛ атомным оружием. То есть, это люди, для которых этот разговор вообще впустую. А наоборот, чем хуже, тем лучше. Они хотят весь мир как бы уничтожить и построить новый. То есть, поэтому… Самое интересное, если будет продолжать вашу логику, что для ИГИЛ Россия такая же империя, такие же империалисты, как Запад, США и все… Абсолютно. Но я с этого начал, что для них Россия такой же враг. Это же о чём говорит? Это говорит о том, что вся риторика Путина ошибочна, даже если стать на его позицию. Идея конфликта как бы глобального юга с глобальным западом, где он становится фронтменом глобального юга, это оказалось главным фейком. Для юга… Да. А скажите, вот вы когда смотрели на этих четверых, вы, кстати, помните, что Бортников выходит в этот же день, Путину докладывает, что мы взяли 11 тёпленьких. Двоих убили, четверых вот осудили. Где все остальные неизвестно. Правда, очень странно. Никто как-то об этом не говорит, все забыли. Но когда вы смотрите на этих четверых таджиков, или кто они там были, которые их взяли, у вас возникает ощущение внутренне, что это люди-террористы. Потому что так как они стреляли, и так как они убегали абсолютно по-дикому, по-идиотски, мне представляется, что это не одни и те же просто персонажи. Ну, я, честно говоря… Ну вот моя гипотеза была в том, что там было две группы. Что эта группа очень искренне ведут себя на этих допросах, что они тоже там были. Но, может быть, они не были теми убийцами, или они там как-то там… То есть, гораздо меньше сделали, чем вся эта катастрофа. Что была вторая, другая группа. Другая группа, которая растворилась, исчезла, и так далее, и так далее. То есть, ну, как бы действительно, вот эти дрожащие от страха люди, и люди, которые убили такое количество людей, это не совпадает. Но потом я начинаю разбираться. Оказывается, большая часть погибших погибла не от пуль, от того, что горело то, что не должно было гореть. Закрыты были двери, которые должны были быть открыты. То есть, фактически, можно сказать, что вот эти владельцы этого крокус-зала ответственны за гораздо большее количество смертей, чем вот эти вот четверо террористов. То есть, как бы я, ещё раз говорю, я не являюсь таким уже экспертом. Многие говорят, что вот они были такими как бы террористами, а как только их там избили, словили, они, значит, испугались и превратились в таких ничтожеств, что это одни и те же люди, что зря мы с вами думаем, что террористы – это такие Рэмбо, и так далее, и так далее. Может быть, я в этом не разбираюсь. Но я хочу сказать, что я видел этих же людей под флагами ИГИЛ, которые они записывали, вот они свои вот эти вот воинственные речи, до теракта. То есть, значит, они там были точно. ИГИЛ там был точно. Но вполне возможно, что кроме них был ещё кто-то, кого мы не знаем или кого нам не показывают. Здесь же есть ещё третий вариант. Он как бы промежуточный, что когда Путин получил информацию от американцев о готовящемся теракте, он посчитал, что ему этот теракт выгоден. И он, да, он не является заказчиком или организатором этого теракта, но он его допустил специально для того, чтобы потом иметь возможность сделать мобилизацию и так далее, и так далее. Такой вариант тоже возможен. Вы знаете, я жил в Черногории, и там, значит, с помощью русских разведчиков ГУРа готовился переворот в Черногории. ГРУ. ГРУ, да, с помощью ГРУ. Это было и президент страны, ну, он тогда был премьер, Мила Джуканович, очень хитрый парень такой, он раскрыл это за два месяца до дня голосования, когда должно было быть вот этот переворот. Но он, значит, вместо того, чтобы, как бы, там, я не знаю, объявить, арестовать этих заговорщиков, он их вёл какое-то время. И сделал так, что когда раскрыл это за три дня до выборов, выиграл выборы, и, значит, то есть, и я тогда подумал, что вполне возможно для Путина такая же ситуация. Он получил две недели тому назад информацию о готовящемся теракте, реальном теракте, вот, и решил, что ему этот теракт выгоден. И просто обездвижил вот этих ментов, ну, то есть, было сделано всё, чтобы теракт был вот такой масштабный, из такой трагедии. Конечно, страшно думать об этом, что даже чудовище Путин, что он на это пойдёт, да? А вас удивляет это после, простите, после Каширки, после Волгодонска, после огромного количества терактов в 99-й бой Буйнайска? Ну, вы знаете, я, как бы, хочу сказать, что, ну, как бы, меня это всё равно удивляет, потому что я не, ну, мне трудно это представить. То есть, для меня, вот, ну, как бы, человек, ну, такого не может сделать, поэтому, да, сколько бы раз это не случалось, столько раз это меня будет удивлять, пугать, и я, ну, вот, такая нечеловеческая такая логика, что ли. Вот, этот вариант... Ну, вы так и не ответили мне, Марат, вы так и не ответили, потому что есть момент определённый. Всё-таки он смертную казнь будет вводить или нет? Будет мораторий размораживать или не будет снимать? Ну, я так скажу. Просто что я наблюдаю? Что я наблюдаю? Я понимаю, я понимаю ваш вопрос, я вот, я просто пытаюсь влезть в его мозги, мне кажется, для него гораздо важнее показать украинский след, ввести военное положение, сделать мобилизацию и активизировать усилия на украинской войне. Потому что если он снимет мораторий на смертную казнь, это может ведь по нему ударить. Испугаются силовики? Нет. Он может стать первым человеком или вторым после них, которому эту смертную казнь применят. Понимаете, он же не... После Пригожинской ситуации он не чувствует себя, что он полностью всё уж контролирует так. Вот. Поэтому смертная казнь, ну вот как бы значительная часть общества, миллионы граждан России сегодня считают, что он достоин смертной казни. Желают ему смерти. У нас тост. Никто не говорит. Все говорят, что хоть бы он сдох. Никто не уточняет, кто он. Ну, всем всё понятно. Понимаете? И в этой ситуации ввести смертную казнь, это очень рискованно для него. Вдруг завтра что-то повернётся, и быстро-быстро люди подпишут, чтобы убрать его на всякий случай. Сейчас же нету этих островов, куда как Наполеона сослать можно было. Так что я скорее жду эскалации на конфликта с Украиной. Тем более, что говорят, что у них... То есть я в этом... Что всё-таки, несмотря на бравурные отчёты о том, что справились с экономикой, что вот Россия воевать, то есть полтора года ещё войны, и экономика будет полностью разрушена. Вот. Поэтому ему нужна какая-то концовка. Что значит концовка? То есть ему нужно быстро сейчас что-то сделать, завершить, да? То есть условное дело, собрать кулак и напасть. Ну, ему надо улучшить какие-то свои позиции, чтобы Украина пошла на мирное соглашение, на перемирие, на... Да, да, да. Именно поэтому он говорит о Харьковской санитарной зоне, именно поэтому он говорит об Одессе. Безусловно. И причём, насколько я понимаю, они хотят этого добиться к президентским выборам в Америке, чтобы к тому моменту, когда вас и РФ начнут принуждать к миру, была как бы какая-то выигрышная, более выигрышная позиция, чем сегодня.